Сегодня во всем мире отмечают День Друзей, а как известно, самый лучший друг человека – это собака. В этот день мы решили найти место, где знают все о дружбе людей и животных. Шереметьевский приют. Привет! Привет, мой хороший. Кажется, дружба установлена. Мне повезло, но зачастую на установление контакта с собакой уходит куда больше времени. В Шереметьевском приюте 250 собак, и все со сложной судьбой. Как рассказывают сотрудники, большинство собак приносят люди, но есть и те, от которых просто избавились. Это самый худший вариант развития сценария, потому что собака, которая прожила всю жизнь дома, она не выживает на улице. Она начинает бежать к человеку. И вот представьте, Став, который всю жизнь прожил дома, который знает, что люди – это хорошо, он бежит к человеку, а люди напуганные. Вот уже 12 лет приют помогает брошенным животным. Здесь их лечат, кормят, выгуливают, дрессируют. Большинство собак попадают сюда с недоверием к человеку, поэтому важно найти подход. Это вполне удалось Полине Широковой. Три года назад девушка пришла в Шереметьевский приют с желанием взять собаку, но в итоге осталась тут как волонтер. Со стафарширским терьером Рональда она познакомилась случайно. В свое время отправилась гулять с псом, который давно не наслаждался прогулками. Прогулка вылилась в крепкую дружбу. Я попыталась подарить ему свою любовь и как можно больше внимания. Оказалось, что этот пес, он просто мой. Мой на уровне химии. И у нас сложилось. Рональду примерно 10 лет. Шесть из них он провел в приюте. Когда-то он получил клеймо «Злобаря», что усложняет поиски нового хозяина. Хотя, по словам Полины, это веселый, энергичный и дружелюбный пес. Он знает все команды, он идеально гуляет, он идеальный друг. И мне бы хотелось забрать его, наверное, домой, но, к сожалению, мое поле ограничено. У вас 10 собак? У меня 10 собак дома. Не все они мои. У меня двое моих, все остальные на передержке. Чтобы справиться с такой стаей, девушке пришлось снять частный дом. Но вот с Рональда, к ее большому сожалению, жизнь вне питомника вряд ли сложится. Такая собака – собственник, вряд ли примет другого человека. Но в приюте эти двое могут наслаждаться обществом друг друга. Лежать. Сидеть. Дай лапу. Ай, браво. А другую лапу? А другую мне вот так. И мой человек. Девушка рассказывает, что при правильном воспитании собака любой породы может быть идеальным другом. Как взрослых, так и детей. Они супер любят детей. Они супер счастливы. Они супер человекоориентированы. Но они все со своим характером. А можно его покормить? Да, можно, конечно. Рон, иди сюда. Оп, оп. Ой, ты мой хороший. Да, лучше слушать дрессировщиков. Да уж, в общении с собаками, как и с людьми, иногда важно держать дистанцию. Но наша героиня верит, что каждый может найти свою собаку и сделать ее счастливой. Пытались подружиться с собаками. Ксения Абрагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.